Человек приходит с предпринимательской инициативой и непосредственно поддерживает именно предпринимателя. Потому что и рассматривают этого человека как предпринимателя, а не как бизнес-проект. Потому что за любым бизнес-идеей, за любым бизнес-проектом стоит какой-то человек, лидер, человек, который решил рискнуть, рискнуть своими деньгами, своим временем, попытаться начинать развиваться. И вот когда такой человек приходит, то должна быть организация, которая с ним будет вести беседу, вытягивать из него вот эту нужную информацию, то есть наставлять его на истинный путь. Ну в плане, может быть, у него нет опыта ведения бизнеса, а в фонде должны работать люди, которые уже в бизнесе... Да, кстати, корифей, так сказать. Да, которые уже поработали, которые знают уже, что к чему, и они помогут определиться, выявить определенные риски. И потом, после того, как уже вот эта идея окрепнет в фонде, то потому что любой человек, любой предприниматель, который приходит в фонд, он должен понимать, что если он пришел в фонд, то значит уже его бизнес, его успех — это и задача фонда. То есть фонд должен помочь предпринимателю заработать его первый миллион, чтобы человек, предприниматель устроил работников себе в учреждения, чтобы начало развиваться. Соответственно, вот это все нематериальный вклад, да, вот сейчас вот я обозначил. Но есть еще и материальный аспект вот этой помощи. То есть все-таки он присутствует, да, потому что вы изначально сказали, вот у него нет денег, но есть идея. Да, ну в принципе есть у кого-то и деньги, но нет идеи. Да, тут надо тоже помочь, чтобы иной день. А что, кстати, лучшее идеи или деньги? И то и вместе. Хорошо, давайте финансовые составляющие. Ну вот, если посмотреть на другие регионы, да, в других регионах присутствует такая материальная поддержка, это в плане микрофинансовая деятельность, да, если предпринимателю, допустим, надо до миллиона рублей прокредитоваться, то в таких учреждениях он может получить вот эти деньги на льготных условиях. И если ему надо деньги больше миллиона, да, допустим, он идет в банковскую организацию в кредитную, кредитуется и приходит за поручительством в этот фонд. Это очень хорошее, так сказать, подспорье, да, когда вот, допустим, ну не хватает своих денег. Ну и вот в первую очередь вот это. Ну и в следующую очередь, я думаю, что у нас в фонде это будет еще реализация каких-то мероприятий по государственной поддержке, насколько я знаю. Вот. Это, наверное, Ирина Викторовна лучше расскажет про эти все. Пожалуйста. Ну, я бы хотела уточнить по поводу вообще целей создания данного фонда. Целей основных четыре. Первое, это, конечно же, развитие и поддержка предпринимательской деятельности. Второе, это все-таки создание условий для реализации у нас каких-либо инвестиционных проектов. Но хотелось бы уточнить, что инвестиционный проект, это не обязательно миллиардное вложение. Инвестиционный проект может быть строительством мини-фермы. Это тоже инвестиционный проект. Третья цель, это предоставление услуги микрофинансовой организации. И четвертое, предоставление гарантий при получении лизинга, либо кредитов. То есть мы планируем в данном фонде все-таки завязать эти функции микрофинансирования и гарантирования. Единственное, я хотела бы сказать, что все-таки есть определенные процедуры на уровне федерального законодательства, чтобы фонд включили в реестр микрофинансовых организаций, чтобы фонд был наделен функциями гарантийного фонда. Но, конечно, не хочу никого пугать, но это будет не завтра, но это будет буквально, я думаю, что летом мы это все разработаем и внедрим. На сегодняшний день фонд проходит стадию регистрации, вот я уже об этом говорила. И на сегодняшний день, как только мы зарегистрируемся, параллельно мы разработали порядки по предоставлению субсидий. В первую очередь фонд будет работать с предпринимателем, в принципе, он будет работать по предоставлению мер государственной поддержки, по оформлению документов, по приему документов, по отработке бизнес-планов мер государственной поддержки. Их порядка 14 видов, в том числе это и гранты, и лизинги. То есть это все будет публично, конечно, освещено дополнительно по всеми условиям поддержки и по всему. То есть фонд в первую очередь начнет заниматься именно помощи предпринимателям по оказанию мер государственной поддержки в части реализации программы по развитию предпринимательства в округе. И еще хотела бы сказать, что мы до этого говорили, что один должен делать одно, комитет должен другое, фонд другое. Я хочу сказать, уважаемые предприниматели, уважаемые жители округа, никто, ни в одной организации, ни в одном, в общем-то, что фонд, что комитет, что уполномоченный. Пожалуйста, звоните, обращайтесь, никто не будет отправлять друг к другу. Обратитесь к нам, мы все равно все проконсультируем, поможем. Опять же, хотелось уточнить и обратить внимание, что фонд по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства, он будет располагаться там же, где располагается департамент финансов, экономик и имущества, в том числе и мы, комитет. То есть, говоря о том, что комитет будет вести фонд, это не простые слова, что мы будем созваниваться с фондом, а это настолько целостность будет, целостность поддержки для предпринимателей, что мы будем даже находиться по одному адресу. Так сказать, в соседней кабинете. Все рядом. Да. Выстраивается, ну, действительно выстраивается такой достаточно внушительный кулак, чтобы идеи бизнеса не повисали в воздухе, а просто двигались вперед. Я что имею в виду? Вот если фонд, обработав какую-то идею предпринимателя, имея в лице учредителя комитет, который входит в состав департамента, департамент, я напомню, занимается и землей, и имуществом, да, и так далее, то очень многие административные барьеры, вот эти проволочки, бюрократизм и так далее, они могут, вот чего и боятся многие начинающие предприниматели, эти вещи можно, этих вещей можно избежать, устранить их. И тогда открывается, ну, вполне ясная, прямая дорога непосредственно к работе бизнеса. Вот, я думаю, что заинтересует наших предпринимателей вопрос по размерам тех самых выплат, да, которые они могут получить на поддержку, на развитие своего бизнеса. Как раз-таки из этого фонда есть какой-то максимальный размер? Вот кто может ответить? Ну, что значит максимальный размер? Мы уже как-то неоднократно уже часто говорим об этом, что 14 видов поддержки. У каждого вида поддержки есть определенный расчет субсидий и определенная предельная величина. На сегодняшний день нами уже разработаны проекты положений о предоставлении всех видов субсидий, и они будут размещены в ближайшие дни на сайте по оценке регулирующего воздействия. Но хотелось бы сказать, чтобы как бы опять не запутывать, да, наших жителей и предпринимателей, мы планируем в ближайшее время, в начале, вернее, апреля, ну, где-то, может быть, числа в 10-е, сейчас это все уточняется, с приглашением как действующих предпринимателей, как начинающих всех членов традиционного совета, именно для окончательного обсуждения всех видов поддержки государственной и для обсуждения порядка предоставления. Мы, конечно, тоже заинтересованы, чтобы минимизировать пакет документов по предоставлению поддержки, чтобы минимизировать, вернее, максимализировать, да, возможность предоставления поддержки, чтобы это было интересно и востребовано. Потому что мы не заинтересованы, чтобы они у нас были 14, мы, пусть это будет 10, но они будут настолько востребованы и освоены предпринимателями с каким-то пакетом документов минимальным. Но, опять же, все это все в рамках законодательства, но это все равно все на всеобщем обсуждении. Мы на своем сайте «Наоэкономика» постоянно размещаем какую-то актуализированную информацию в сфере предпринимательства. Интересно, как у вас, Валерий Юрьевич, такие у вас порта, в общем, мне нравятся. И мы призываем, в принципе, предпринимателей и жителей округа участвовать в обсуждении всех вот этих вот инормативных актов. В последнее время, недавно совсем, пару дней назад, разместили методические пособия для предпринимателей, как создать свой бизнес в сфере рыболовства, или как создать свой бизнес в сфере транспортных услуг. И призываем всех, посмотрите, пожалуйста, и попробуйте этот алгоритм применить на себя. Что-то где-то нам, может быть, есть смысл доработать. Может быть, что-то мы не учли, потому что, да, мы не предприниматели. Может быть, что-то мы не учли. Ну, опять же, у вас есть успешные примеры, там, например, я тоже читала. Ну, конечно, да. Достаточно, да, интересная информация. Кстати, вот, Алексей, вот вы как от числа предпринимателей, поясните, чего бизнесменам немцем не хватает для полного счастья, так сказать? Вот сейчас уже даже фонд появился. Чего еще надо? Ну, допустим, что касается меня, да, мне не хватает вот именно, бывает какой-то, встает, ну, сложный вопрос реализации какого-то сложного проекта, и нам необходимо получить вот, именно посоветоваться с кем-то, прийти и узнать вот по, как вот здесь вот лучше, какие документы лучше собрать, как оформить. Или, допустим, необходимо где-то найти место для размещения своего офиса. Ну, ищешь, бегаешь, где-то подешевле смотришь. То есть место для ведения бизнеса – это одна из проблем. Получение вот этой консультативной поддержки. Плюс у нас в регионе еще у нас недостаток вот таких моментов, как бизнес-тренинги. Нету людей, которые могут проводить вот эти бизнес-семинары, обучать молодых предпринимателей и прочее. Я надеюсь, на базе фонда будет это реализовано. То есть будут привлекаться специалисты из других регионов, которые будут читать лекции. Читать лекции, проводить семинары, взаимодействовать с предпринимателями и делиться своим опытом. Ну, и что касается... Ну, и наш регион, он вообще особенный по сравнению с другими регионами. Это, с одной стороны, дает нам преимущество, с другой стороны, ставит нас в определенные рамки. Ну, удаленность, инфраструктура и так далее. Но нам нравится наш регион, и мы здесь работаем, и делаем бизнес, и, в принципе, делать его здесь можно. А если еще сейчас появится фонд, то это будет делать еще даже легче и веселее. То есть в плане, будет с кем прийти, посоветоваться, посовещаться. Тем более фонд — это будет место, где будет аккумулироваться информация от разных предпринимателей. То есть люди, которые будут работать в фонде, они будут общаться со всеми. И то есть можно прийти в эту организацию и узнать все последние новости во всем бизнес-сообществе. То есть я понимаю, фонд, он вообще будет так, своего рода, открытая площадка для предпринимателей. Конечно, конечно. Это будет даже принцип одного окна. Допустим, вот я предприниматель, я хочу получить земельный участок. Не надо, да, допустим, недавно был. Я бы сейчас пришел в фонд, да, и мне бы там бы сказали, вот иди сюда, иди сюда, напиши такой документ, да, и я бы взял, написал, и даже, может быть, прям на фонде я ставил это, как в МФЦ, да, вот здесь есть у нас, оставил эту бумажку, а фонд уже сам там решил, куда эту бумажку отнести и прочее. То есть было бы, на мой взгляд, очень удобно. Валерий Ильич, есть что добавить? Ну да, я хочу сказать, присоединяюсь ко всем словам, которые сказал Алексей. Программа называется «Идея на миллион». Будем считать, что эта идея действительно на миллионы, может быть, не один. Остается только пожелать фонду, новой структуре, успешной работы. А телезрителям и предпринимателям не критиковать раньше времени, дать какое-то время для того, чтобы фонд развернул свою работу, начал работать активно, а потом уже оценивать. А вот, кстати, сколько нужно времени, чтобы фонд проявил себя как работающий механизм конкретный? Вот, Валерий Ильич, вы всегда очень яркие примеры приводите. Быть может, на этот случай у вас тоже есть пример яркий. Какое время необходимо? Ну да, чтобы фонд зарекомендовался, чтобы люди, чтобы предприниматели не то что проверили, поверили в силу его. Я понял, Мария. А давайте мы с вами таким образом поступим, я думаю, и коллеги согласятся. Вот как только фонд начнет работу, пусть не полноценно, не в полном составе, не со всеми функциями, но первые же истории успеха, так их называют, мы их обязательно с помощью вашего телеканала... У нас есть целая площадка. Да, донесем до зрителей и потенциальных предпринимателей с тем, чтобы они увидели плюсы работы этой организации. Ирина Викторовна? Я, в принципе, предлагаю наблюдать за работой фонда, потому что мы можем не просто побывать на, как работает фонд, мы можем периодически мониторить работу фонда, кто обращается, по каким вопросам обращаются, что получилось делать, что не получилось делать, почему не получилось. Мы со своей стороны, конечно, включаемся и полностью будем всецело вникать во все, что будет делаться. И, кстати говоря, у нас вообще рост предпринимательства отмечен, все-таки закон о налоговых каникулах у нас принят. Некоммерческая организация, фонд у нас создается. Какова активность предпринимателей? Можно прям вот каждый свой пример привести. Кстати, Валерий Ильич, может, с вас начнем? По данным о росте предпринимательской деятельности. Ну, есть определенный рост предпринимателей. По итогам 2014 года все-таки у нас был плюс по сравнению с 2013 годом, когда, к сожалению, число уменьшилось предпринимателей. И надо понимать, что любое движение власти в направлении бизнеса и экономики, оно все равно дает свой отклик. Пусть не ежесекундный, но через месяц, через два, через полгода мы увидим, что ситуация изменится в лучшую сторону. Ну, сейчас в современном мире информационных технологий мы можем наблюдать в социальных сетях кучу сообществ по успеху, по бизнесу. И сейчас я, наверное, не знаю того человека, но того молодого человека, если взять, который бы не хотел иметь свой бизнес, свое дело и свой пассивный доход в будущем от этого дела. То есть все слышали хоть одну историю успеха, всех она завораживает, и все хотят чего-то добиться. И в современном мире это становится реально. И у нас в округе постепенно тоже создаются условия все более и более благоприятные для того, чтобы создавались новые предприниматели, новые организации, и чтобы народ начал зарабатывать деньги, а не просто где-то работать на кого-то. Гораздо, пусть хоть маленький бизнес, но свой, понимаете, это гораздо приятнее. Винна Викторовна, ну уж к вам-то уж точно люди идут, и вы точно знаете, сколько у нас тут принимать. Да, конечно. Мы внимательно следим за каждым обратившимся к нам. И, в принципе, не просто следим, а перезваниваем, созваниваем, все ли хорошо, все ли правильно, все ли как бы. И на сегодняшний день, я скажу, у нас уже порядка 52 обращений. Но если в январе это было порядка 11, в феврале порядка 20, то сейчас активность предпринимателей, она, конечно же, возросла. Это очень приятно. И очень нас радует, что, в принципе, люди поверили, как-то вот пошли, и мы стараемся всех проконсультировать, помочь. Но понимаем, что вот без структуру, без фонда мы сейчас уже можем не справиться. И, ну, хотя на сегодняшний день мы с любым предпринимателем, пожалуйста, еще раз вам говорят, что, пожалуйста, приходите, звоните. Через сайт, через почту, любая форма общения. И все, мы все потихонечку передадим в фонд. Как только будет зарегистрирована данная организация, набран персонал, мы все передадим. На сегодняшний день пока будем вести сами. Что ж, время нашей программы подошло, как обычно, очень незаметно подкралось, да. На самом деле, можно было пообсуждать еще массу идей, те проекты, с которыми к вам приходят люди. Но я думаю, что это станет темой следующей программы. Я вас благодарю за участие в программе «Идеи на миллион». Ищите ваш «Идеи на миллион». Это была программа одноименная. Меня зовут Мария Владимирова. Увидимся ровно через месяц. Всего доброго. Спасибо.